Всем привет, с вами канал Шеликс Кир, я его ведущий Никита Лукашев, это корреспондент Дмитрий Лукашев. Я всегда за рулем. Едем сегодня на сбор в Туму, в место, где куется железо и закаляются нервы. Ну и что там, закаляются негры. Да, и там, наверное, будет один из самых жестоких сборов в плане физической нагрузки. Ну, конечно, наверное, не самым-самым жестоким, но тоже на уровне. И в плане проживания там будет не все так просто. Что там? Что там не просто? Там, мне кажется, все просто. Ну, скоро вы сами все узнаете. Приехали мы в Туму, хорошо, что она расположена всего в 120 километрах от нас. И вот мое место проживания на ближайшую неделю. Это лыжная база посреди Тумского лесопарка. Ну, и, в общем-то, место по условиям, конечно, не лучшее, но и не самый худший вариант. К сожалению, пока на базе никого нет. Все придут, вероятнее всего, к 9 часам. И после я вам засниму, что меня ждет внутри. Конечно же, я здесь уже не первый раз тем летом. И не второй. Да, и не второй тем летом. Я здесь прожил, наверное, полтора-два месяца. Так что мне это будет испытание не впервой. Но все равно будет, думаю, так же нелегко. Потому что я уже от этого всего отвык. Но придется, видимо, снова привыкать. Более-менее заехали в мой королевский люкс. Сейчас вам его покажу. Примерно вот так все это выглядит. Конечно, не комфортный номер в АК-парке. Но, в принципе, еще пока терпимо. Бывает и хуже. Сейчас вот здесь вот разложим матрасик надувной, чтобы было поудобнее спать. Просто не взяли подушки. Но, в принципе, я проведу здесь не так много времени. На этой неделе до четверга. Точнее, да, до четверга. В эту пятницу у меня будет получение аттестатов у Владимира. И на следующей неделе я тут проведу с понедельника тоже где-то до субботы, наверное. Ну, в общем-то, не больше двух недель я проведу. И по сравнению с тем годом это сказка. Потому что здесь я жил, наверное, как я уже сказал, полтора-два месяца. И это было жестко. Вот, как я уже сказал, здесь мы поселим мой матрасик. И сейчас у нас в 9.30 будет первая тренировка или в 10. Ну, примерно так выглядит мое спальное место. Ничего особенного. Но попозже я вам покажу полностью эту спортивную базу, что находится в этом домике. Закончил первую тренировку. Она была роллерной. Сейчас уже заминаюсь. Ну и могу уже вам сказать так. Она была довольно-таки жесткой. И я так нормально подустал за нее. Где-то полтора часа работы было. И даже покатались с полончиком. И плюс еще жара сегодня. Какая-то неимоверная печет. И это еще усугубляет всю ситуацию. Закончил заминку. И пришло время как раз-таки вам и рассказать, что это вообще за место. В самом начале я вам показывал свой домик, где я буду проживать. Вот как раз-таки и он. Это по совместительству лыжная база поселка городского типа Тома, расположенного в Рязанской области. Ну и вот здесь начинается сам лесопарк. Здесь мы проводим различные кроссы, инвентационную работу. Чаще всего подготовительную инвентацию. Здесь довольно-таки приятно бегать. Сосновый лес. Очень приятно то, что здесь мы не бегаем по всякому асфальту, а бегаем по песку, земле. От этого не страдают стопы, колени. И очень вообще подходящее место для тренировок. Так, зимой это местечко перевоплощается в лыжную трассу. Довольно-таки хорошую, с подъемами. Она здесь ухоженная. За ней следят как зимой, так и летом. Так что место для тренировок очень годное. Еще раз вам его покажу. Также здесь рядом с этой базой проходит железная дорога. Так что просыпаюсь я под гул поездов. И вы меня спросите, где же я катался вообще на роллерах. Роллерная трасса у нас тоже близко к этой секции. Вот как раз таки видите, там автомобильная дорога. По ней мы и катаемся. Круг здесь 2,5 километра. Или даже чуть поменьше, 2,3 километра. Ну и смысла ее показывать я не вижу. Потому что, как я уже сказал, это простая автомобильная дорога. Идущая через деревню. И в ней ничего такого примечательного нет. Есть у нас еще одна лыжероллерная трасса. Тут неподалеку от Тумы. Где-то до нее на велосипеде ехать 5-6 километров. Она идет по факту от конца поселка городского типа Тумы до деревни Бусаева. И в одну сторону она длится где-то порядка 18 километров. И как раз таки ее я вам и покажу. Если тренировка по этому маршруту у нас состоится. Ну и конечно же пришло время показать вам мой домик, в котором я буду проживать. Вот у нас здесь вход. Проход на второй этаж. На втором этаже я был очень мало. Там хранятся всякие различные вещички. Здесь вот располагается мой велосипед. Всякие тут баллончики лежат. Дальше проходим в коридор. Вот тоже всякий инвентарь лежит обычно. Лыжный. Вот здесь моя комната. Вот как раз таки она. Без свет. Так что темно не будет. Дальше покажу вам туалет. Туалет тоже совершенно обычный. Без всякого шита. И помещение, где проходят всякие групповые, силовые, скоростно-силовые. Также здесь зимой проходит жеребьевка. Веркалины в дверь висят. Так что можно заниматься. И в общем-то, в принципе, больше здесь показывать в этом доме особо нечего. Как вы уже поняли, душа здесь нет. У холодильника тоже. Так что завтракать, обедать и ужинать я буду ездить к тренеру. И мыться тоже я буду у тренера в бане. Но хорошо, что до домика тренера ехать всего лишь километр-полтора на велосипеде. В этом особой проблемы нет. Конечно же, мне здесь будет скучновато, потому что я буду жить один в таком большом доме. Но меня будут спасать книги, просмотр фильмов, сериалов. Это, конечно, чуть-чуть улучшит ситуацию. Но все же здесь будет немножко тяжеловато жить мне. Сейчас я поеду к тренеру на обед. И после заеду, думаю, в магазин. Куплю каких-то припасов себе сюда. Или обязательно средства от комаров. Вот эту вот жужжалку, которую вставляют в розетку. У нас здесь прям необходимо. Ну и постараюсь вам заснять центр, что там есть вообще. Пообедал. Отъехал уже от тренера. Но вот так вот и выглядит сама Тома. Это уже не лежит к центру. Состоит она почти вся из частных домов. Ну, деревней ее не назовешь. Все-таки она довольно-таки большая. Но делать здесь, честно говоря, особо нечего. Вот прям уже центр-центр. Магазинчики. Ну, в принципе, ничего особенного тоже здесь нет. Обычные сетевые магазины. Пятерочка, Дикси, Магнит. Ну и вот здесь тоже есть рынок какой-то, по-моему. Тут Билайн или два. Как раз-таки тот Магнит тоже довольно-таки неплохенький. Сейчас подъеду. Покажу вам здешний храм. Вероятнее всего я его засниму еще на квадрокоптер для вас отдельно. Ну и вот я к нему уже подъезжаю. Храм Пресвятой Троицы, основанный в 1823 году. Очень старая церковь. Большая. Еще к тому же красивая. Если говорить именно про обзор Тумы, на этом можно, в принципе, и закончить. Смотреть здесь особо нечего. Но это именно что касается Тумы. Если, допустим, устраивать здесь какие-то велотрейлы, можно много чего интересного найти, раскатывая по деревням. И если будет какой-то велотрейл, я его отдельно для вас засниму обязательно. Ну и сейчас надо будет заехать в магазин, купить продуктов, которые смогут прожить максимально долго без холодильников всяких. Как я уже говорил, средства от комаров. Здесь они реально злые. Их реально много. Так что надо затариться и идти отдыхать перед второй тренировкой. Только-только вернулся в свой захолустный номерок. Я за сегодня очень сильно устал. Сил вообще нет ни на что. Можете сразу оценить, как проходят мои вечера. Конечно же, в этом ничего интересного нет. Я в основном тут читаю, смотрю фильмы. И, кстати, на прошлом сборе в Рязани я начал читать великого Гэтсби. Я его так и дочитал за 4 дня. Эту книгу я всем прям советую. Мне она очень понравилась. Сейчас же я начал читать книгу Рэя Брэдбери. 451 градусов по Фаренгейту. Она мне тоже очень понравилась. Читал 120 страниц. И Рэй Брэдбери прям написал очень крутую фантастику. Прям всем советую. И покажу мои покупки сегодняшние. Я купил такое развесное печенье овсяное. Кстати, очень вкусное. Прям мне понравилось. Всякие варкли тут. Печенье Белевита. Вот эти, кстати, тоже прикольные вещица. Эти вот такие вот хлебцы. Доктор Кернер. Они с калорийной, с карамелью. Прям тоже советую портиться долго. К тому же я еще купил вот такую вот от комаров штуку. Вот жужжалку. И я притащил себе вот такой вот обогреватель от тренера. Здесь в доме прохладненько. Так что, чтобы не простыть и не заболеть, я все-таки решил ее тащить. Тащил тоже очень тяжело. После второй тренировки. 18 килограмм. И когда за тобой летит рой комаров, тоже не лучшее ощущение. На сегодня мне остается немного почитать. Как раз таки вон ту книжечку, которую я вам уже рассказал. 451 градус по Фаренгейту. А после посмотрю кино по мотивам книги Великий Гэтсбе. Точнее пересмотрю. Этот фильм я смотрел не раз. Буквально полгода назад его пересматривал. Но после прочтения книги мне его захотелось очень сильно посмотреть. И после этого сразу же лягу спать. Завтра мы поедем в одно очень интересное место, которое я вам постараюсь заснять. Конечно же, поедем туда мы тренироваться. Утро второго дня. Вчера я так прилично подустал, что лег в 11 часов и все равно проспал завтрак на целых 30 минут. Ну и вчера я вам говорил, что мы поедем тренироваться. Довольно таки интересное место. Оно носит кодовое название горы. Ну не подумайте, гор там никаких нет. Название этого места возникло из-за ближайшей деревни к этому месту. Она как раз таки и носит название горы. Но все же в этом месте подъемы довольно таки хорошие. Туда мы ездим обычно делать имитацию, кросс с палками. Ну и до этого места ехать где-то на велосипедах 4,5-5 километров. Два из них приходится на довольно таки оживленную трассу. И остальные два вот на такую щебенчатую дорожку, по которой мы сейчас и едем. Постараюсь вам отснять это местечко. Примерно так выглядит это место. Состоит оно по факту из нескольких петель. Спуск-подъем, спуск-подъем, спуск-подъем. И таких петель на кругу где-то 3-4. Всего дистанция трассы составляет 2 километра с копейками. Из них 1 километр приходится где-то на спуски и подъемы. И 1 километр восстановительно идет по равнине. Как раз таки вдоль вот этой вот березовой рощи. Ну вот я уже бегу на вторую петлю. Не сказать, что трасса эта прям такая легкая, но и незапредельно сложная. Сейчас здесь не очень прокошено. Сюда обычно приезжает человек из Тумы, работник лыжной базы. И все это дело прокрашивает. Ну и сейчас я как первопроходец бегу по этой тропинке. Для подготовки это место прям огонь. Ну вот как раз таки вот эта вот прямая, про которую я говорил. Последняя петля. И уход в березовую рощу. Фактически это даже не березовая роща, а березовая олейка. Ровно высаженная прям. Здесь бежать очень приятно. Особенно в Тиньке. Закончил тренировку в горах. И могу вам сказать так, довольно-таки тяжеловато для первого раза. Что далась она мне. И при этом это одна из самых легких тренировок в этом месте. Как вы видели, я ехал туда и обратно сейчас на велосипеде. А велосипед в следующие разы может заменить бег. А кросс с палками заменит имитацией. И вот это вот будет уже совсем серьезно. И там придется так очень сильно поработать. Сегодня у нас третий день в Туме. Вчера вторая тренировка после кросса в горах была роллерная. Такая разгрузочная. И сегодня у нас полностью разгрузочный день на велосипедах. Велотрейл от Тумы до деревни Спирино. После идет Бусаева. Как раз-таки я уже сейчас в нем нахожусь. Проехал я 15 километров. Ехал я с Дмитрием Родичкиным. Спортсмен бегающий за Рязанской области. Вот как раз-таки и он вышел. За водичкой или каким-то там напитком. Ну и нам осталось еще 3 километра до озера. И будем возвращаться обратно. Маршрут где-то выйдет на 35-36 километров. Итог этого нашего велозаезда. Ехали мы сюда ради этого озера. Чтоб это вам заснять. Здесь, кстати, прикольно купаться. Летом даже вот сейчас, видите, там купаются. Уже тепло. Но мы купаться, наверное, не будем. Я помню в том году мы сколько сюда ездили. Я ни разу здесь не скупался. За весь, наверное, месяц. Вода потеплее, чем на озерках явно. Озеро поменьше, мостик вон там. Прям хорошо прыгаешь. Вода прям теплая, особенно июль. По-моему, здесь чистая вода, да, вообще? Тут хорошая вода. Да, место реально хорошее. Все купаются, но у нас как-то не задалось с этим делом. Здесь, кстати, тоже сосновый лес. Помню, в том году здесь катались. И какое-то ураганище было. Вот видите, там поваленные деревья здесь. Вообще, когда мы вот ехали километр назад, все деревья были поваленные здесь. А что там когда-то было? Это с августа? Да. В августе это. Где-то в середине. И вот здесь вот такой заходит. Велотрейл подошел к концу. По итогу мы проехали 36 километров. Я уже как раз-таки нахожусь в лесопарке. Там виднеется мой домик, лыжная база. Напарник мой уехал домой. Трасса была довольно-таки спокойная. Машин особо не было. Также на ней особо не было тягунчиков, подъемов. В основном ехали по равнине. И, в принципе, максимум, что там было, это прям легкий наклон. Считаю то, что разгрузочная тренировка удалась. Сегодня же за мной приедет мой папа-корреспондент. Дмитрий Лукашев заберет меня в Владимир. Завтра, в пятницу, у нас будет получение аттестатов и выпускной. Поэтому мне придется, наконец-то, вернуться в цивилизацию из этого места. Мне, конечно, здесь живется не особо комфортно, но тренироваться надо, надо. В общем-то, как я говорил, меня замерут сегодня домой. Он и говорил, смахнул слезу руками, он вернулся домой. Да, в цивилизацию просто чудеса какие-то. И трюйлита не продержался. Нет, почему продержался, я могу сказать, что это были нелегкие три дня. И мы там пахали, как папа Карло. Работали и сожгли, наверное, за три дня тысячи семь калорий. В принципе, даже может быть тем больше. Тартынский бы ужаснулся бы, наверное. Да, Тартынский отдыхает. Хотя он там, говорит, снимает какое-то видео про перетрен. Да? В общем-то, что я еще хотел сказать. Еще раз надо привет Андрюшеньке передать. Сказать, что самые лучшие калашниковые делали при отце народов. Так и знай. И все. Ну, как вы видели, я довольно-таки много отснял про этот сбор. Надеюсь, это вам понравилось. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока. И до новых встреч.